Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух. Умерла. Как же теперь быть, стали совещаться родственники и знакомые. Надо же дать знать мужу о случившемся несчастье. Он, хотя действительно в последнее время не жил с ней, но всё-таки очень любил покойницу. Ещё недавно приезжал к ней, всё на коленках перед ней ползал. Амвочка, Амвочка, когда ты мне простишь увлечение минуты и прочее и тому подобное. Как же быть? Да вот, старый Старков Иванович, обратились все ко мне. Вы же друг Михаиле Петровичу, мужу покойный. Ну и, пожалуйста, поезжайте к нему на службу в правлении железной дороги и дайте знать о случившемся несчастье. Вы, пожалуйста, поосторожнее, не оглушите его сразу. Человек он очень нервный, болезненный, как бы чего ни вышло. Вы уж помягче, дипломатичнее ему сообщите. Ну что мне оставалось делать? Я, конечно, отправился на службу в правлении железной дороги, где служил новоиспечённый вдовец. Застал я его за выведением баланса. 788, ну, значит, от мая месяца 333 и 68 копеек, 8,311, а не, 8,9. Боже, Аристарх Иванович, здравствуй. Михаиле Петровича в моём бассейне. Михаиле Петрович. Здравствуй, Миша. Здравствуй, родной. Здравствуй, милая. Очень здрасте. Так и дельце есть. Ох, какой дельце к тебе есть. Аристарх Иванович, я буквально через 15 минут кончу, тогда я потолкую. Вы пока присядьте, а я в миг. Очень хорошо, очень хорошо. Вы извините, пожалуйста. Главное, ты занимайся своим делом, не обращай на меня внимания, а я не буду тебе мешать. Присаживайся. Миша, знаешь что, я скажу тебе два слова, и я уйду. Случилось что-то? Да. Нет. Она так, кстати, ну... Боже мой, боже мой. Какая духота у тебя здесь, а? Очень душно, душно. Вот, знаешь, шёл я к тебе сейчас по Тверском бульвару, и так радостно у меня на душе было. Отчего? И если дело в том, что человек-то я независимый, вдовый я. Вот именно вдовый. Что хочу, то и делаю. Хочу в пивной зайти, сразу захожу в пивной. Хочу на конке покататься, весь день по городу всё катаюсь, катаюсь. Аристарх. И никто по мне дома не воет. Аристарх, ади помню, пять минут и я кончу. Пожалуйста, пожалуйста, пиши. Ради Бога, вот видите. Я работаю, я работаю. Семь и семь. Я посижу, отдохну немножко. Кстати, мне не к спец. Да, да, да. А потом потолкну. Да, да, да. Семь и семь. Миша, прости, Вадим Бог, опять вспомнил. Знаешь, как-то на днях я сидел дома и размышлял. И вот пришёл к такому убеждению, что ничего нет лучше на свете, как быть на холостом положении, а? Ей-богу. Ну, просто дышишь, кажется, пустяк. И то, знаешь, так. И то чувствуешь, что ты дышишь. Я умоляю, а вы стоите. А главное, сам себе, господин. Придёшь домой, никто тебя не спросит. Где Бога? Вон ходил. Зачем ходил? Зачем ходил? Стоп. Ау, 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 ау. Александр, это было три минуты. Я, понимаете, у меня последняя колонка цифры создана. Ну, пожалуйста, работай, работай. Снимай своим делом, не будет тебе мешать. 7 и 7, 17, нет, 7, 7, 14, 1, 14. Я по сезону немножко помолчу. Да, 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 да. Ну, потом мы с тобой поболтаем. 30 тысяч. Миша, прости, ради Бога, прости. Вот, ты знаешь, многие почему-то хвалят семейную жизнь. Вот я не согласен. Я считаю, что она хуже к каторге. Ну, что хорошо. Наряды, самые турниры, виск, сплетни. Целый день гости дома сидят, целый день. И всё время едят. Всё время, да. А, Исаак? Ужасно, ужасно. А ребятишки каждый год прям так и выползают на свет Божий. Ой, Исаак, я вас поспешу. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Пять цифр, две минуты, я... Ну, не будьте... 784 рубля, 78 копеек и... Я говорю, больше слова тебе не скажу. 2 264 рубля, 30. Больше слова не скажу. Да, 8, 0, 8, 7, 3. Да, 7, 3, больше слова не скажу. Ни слова, друг, давай. Прости, ради меня прости, это случайно. Хе-хе-хе. Я говорю, хорошо, если в жена не деволица попадётся. А ежели сатана в юбке прям взводит. Вот за тебя, к примеру, пока ты голос был, ты как-то на человека был похож. А женился, почему-то сразу захандрил, меланхолию ударился. Ну, какая у тебя жена, ей бог. Если ей случилась какая-нибудь, ну, маленькая неприятность, её можно было бы даже и не жалеть. Алистат Иванович, видите, в нашем разрыве я виноват, а не она. Ну, а что, не говори ты мне. Я ведь её знаю очень хорошо. Она злая. Я вас прошу. Она своенравная. Ну, не надо. У неё что ни слова, ты всегда понимаешь, жало ядовитое. Я прошу вас. Что ни взгляд, а хе-хе-хе. Да помошу. А сколько в ней ехидство в покойнице было. Это и не... А... То есть как в покойнице? Как? А что, разве я сказал в покойнице? Ну, да. Да не говорил я. Ей богу, не говорил, тебе послышалось. А? Да не говорил я. Чего ты уж побледнел? Ну, чего ты волнуешься? Миша, ну, чего ты? Чего ты? Чего ты? Чего ты, а? Боже мой. Ты слушай ухом, а не брюхом. Вы были сегодня у Анёты, да? А как же, заезжал, заезжал. Ну, как она? Да ничего. Лежит на столе. Как на столе, что ты? Как на столе? За столом сидишь. Ой, ну нельзя же так. За столом сидишь. Весь день сидит за столом. Всё командует, недовольный. Да, да исполоманная у меня. Капризная, капризная. Я удивляюсь, как ты её можешь любить. Лучше бы она тебя освободила, либо на волю повеселился несчастной, на другой бы женился. Александр, сейчас прошу вас. Пожалуйста, не буду. Мне нравится, не буду говорить. Я ей только так сказал, тебя жалеешь, а мне всё равно. Хочешь, люби, хочешь, не люби. Это мне-то какое дело. Я прошу. Ну, такая же она, лучше мне окажется. Легко вы рассуждаете. Ведь любовь не волос, её так сразу не вырвешь. А есть за что любить? Вот не понимаю. Из дому выгнала, осрамила на весь город. Злющая. Да нет, не люблю её. Ты знаешь, Миша, я бывало еду мимо её дома, всегда глаза закрываю, чтобы случайно её не увидеть. Ей-богу. А теперь уж, конечно, теперь уж. Всё равно, всё равно. Бог с ней, Бог с ней. Царствие небесное. Ариста Охранович, вы второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли? Почему умерла? Чего ты взял? Ничего не умерла. Чего ты? Боже мой, Миша, ну чё? Ха-ха. Чего ты? Да ничего не умерла. Я говорю, только не любил я покойницу. О, пху. Анночку, Аннушку, Анюту не любил. Боже мой. Ариста Охранович, вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите Анна. Умерла, да? Боже мой, так у тебя всё в раз сразу. Так вдруг сразу умерла. Все помрём, ты помрёшь, я помрёшь. Боже мой, в казанном часу. В половине шестого. Ай! Да не в котором. Не путай меня, пожалуйста. Что ты меня путаешь? Я же умоляю, не щадите меня. Ты уже рюмзаешь, да? Чего ты рюмзаешь? Что ты плачешь? Она не умерла, а ты почему-то плачешь. Пожалуйста, поезжай к ней на квартиру, полюбуйся. Жива-живёх. Да. Куда я у всех не заезжал? Она орёт на весь дом. С тёткой бронилась. Тут отец Матвей по ней панихиду служит, а она говорит, ой. Что? Какую панихиду? Хочем её служить? Отчёркивай. Теперь мне всё понятно, всё. Мелепший, за здравие. Я не понимаю, к чему вся эта дипломатия? Неужели нельзя было прийти прямо с Каева? Миша, ну не плачь. Прошу, не плачь. Она не умерла, и его не умерла. Ну, вообще-то, кстати, она уже того. Она просто окочулива. Ну, доктора говорят, что надежда есть. Миша, доктора говорят. Так, знаешь что, поедем к ней сейчас на квартиру. Поедем на квартиру, сам на месте разберёшься. Поедем, поедем, поедем. Поедем на квартиру, вот как раз к панихиде и поспорим. Да не к панихиде, к обеду, я ошибся. Миша, к обеду, ну лопни мои глаза. Ну, не сойти мне с этого места. Я же утром заезжал к покору. Миша, ну, ну, не снис. Развеселись. Да я не могу с таким человеком. Я ещё ничего ему не сказал. Смотрим, что с ним делать. Пожалуйста, сами к нему поезжайте, предупредите его, утешайте. А я не желаю. Слуга покорный и кончено делу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok